Я попробовать решил тоже, как это грести на тренажёре, и, честно говоря, это, может быть, со стороны кажется довольно легко, но, в общем-то, это очень и очень непросто. Я вот буквально два раза попробовал, да, погрести, но, в общем, без подготовки здесь сложно обойтись. Люди специально к этим соревнованиям готовились. Вот рядом с нами Николай Скачков, он участник этих соревнований. Николай, сколько вы прошли километров, вот гребя на тренажёре? Порядка 370 километров уже прошли. Тяжело ли грести сутки напролёт? Тяжело было грести ночью, так как нужно было как-то меняться, чтобы кто-то спал, кто-то, ну, работал, соответственно, поэтому было немножко сложновато. И с питанием было сложно подгадать, то есть на сытый желудок тяжеловато, конечно. А я знаю, что сейчас в командах четыре мужчины, две девушки. Вы для девушек какие-то поблажки делали, может быть, старались грести побольше, чтобы они работали поменьше? Да, изначально мы гребли по 15 минут, вот, а девочкам дали 10 минут. Вот, ну и уже, соответственно, под утро немножечко дали девочкам расслабиться и перехватили инициативу в крепкие мужские руки. Специальная зона здесь выделена для того, чтобы спортсмены шли к рекордам. Вот, собственно, те шесть команд в Петербурге, которые в этом марафоне участвуют. В каждой, как я уже сказал, по шесть человек, четыре парня, две девушки. Меняются они в произвольном порядке. И вот здесь есть табло, экран, может быть, сейчас против солнца будет вам не очень хорошо видно, но здесь все шесть-семь команд, которые участвуют. И километраж видно, сколько они прошли. Примерно 360, больше 363 километров прошли лидеры этой гонки. Ну и еще одна команда в Новосибирске находится сейчас и по скайпу выходила на связь с Питером. Тоже там спортсмены преодолевали суточный марафон. Они его закончили чуть раньше, чем наши ребята. Спортсмены, в принципе, все могли, желающие здесь, поучаствовать. И нужно было только обладать небольшой физической подготовкой, ну какой-то, да, базой, чтобы грести непрерывно. И сколько каждый спортсмен будет грести, он определяет, собственно говоря, сам, никаких ограничений нету, кто-то гребет 15 минут. Были некоторые, кто и по полчаса не отрываясь гребли. Идея была давно, такого марафона. Я знаю, что люди очень любят себя испытать, поэтому мы решили провести такие соревнования для того, чтобы дать всем возможность. Всем, кто хочет какого-то драйва, какого-то испытания, чтобы они могли посмотреть, на что они способны и что они могут сделать. Мы проводили очень много соревнований уже подобных, но они были коротенькие. То есть это были истопеды какие-то, короткие гонки, а вот такое масштабное мероприятие на сутки, такое еще в России точно никто не проводил, и мы это делаем впервые. Несмотря на то, что суточный марафон по гребле на тренажерах, это звучит очень и очень серьезно, я не могу сказать, что спортсмены выглядят сильно изможденными. Но все-таки время для отдыха у них было. Шесть человек гребли, сменяя друг друга, и в общем-то к финишу все подходят, самое главное, в хорошем настроении. Ровно в половину первого завершился марафон по гребле на тренажерах, и победу здесь праздновала команда 101. Дистанция, которую преодолела она за это время, равняется почти 364 километрам, которые ребята прошли, гребя на тренажере. Ренат Хурамшин, Александр Остапенко, Life78. Такие нагрузки, это, конечно же, огромный стресс для организма, а потому специалисты рекомендуют готовиться к соревнованиям под присмотром не только тренеров, но и докторов. На 20 тысяч часов человека занятий таких соревнований есть одна клиническая смерть. Человек, испытывая себя на прочность, должен понимать, что он готов. Если человек вступает в это испытание не готовым, то это уже недоработки тренеров, врачей и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.